Февральская погода в этом году капризна. Осадки в виде снега сменились дождем. Началось быстрое таяние снега. Уровень воды в реках поднялся. Жителей вновь волнует вопрос о паводке. 47% пользователей информационного портала города Рассказова считают, что на улицах города уже потоп. 36% надеются, что все обойдется. 15% уверены, что паводок будет. Это мнение горожан, а что говорят специалисты и те жители, которые уже не раз столкнулись с проблемой подтопления своих домовладений. Смотрите в нашем сюжете. Прогнозы на весенний период пока делать рано, но уже сейчас погода и обильные осадки заявляют о себе. Несколько дней с периодичностью шли дожди. Люди жалуются на лужи и сырость. Больше всего волнуются жители тех микрорайонов, которые не раз оказывались затопленными. В 2012 году в зоне наводнения оказались несколько улиц десятки домов. За последние годы ситуация стабилизировалась. Но жители набережной Бугровой и Садовой набережной с приходом весны всегда в напряжении. Елена Ефимкина живет здесь 18 лет. Говорит, что подтопление – явление частое, но такого паводка, как в 2012 году, не было никогда. У людей пострадало имущество, домашние животные, надворные постройки. И хотя уровень воды в реке на сегодняшний день поднялся не сильно, волнение у жителей остается. Они, конечно, переживают за то, что все-таки угроза есть, паводка. И погода еще нам подливает, как говорится, и сверху. Дожди идут. Поэтому тревожатся жители за то, что прохождение воды, как оно будет осуществляться. Но все-таки мы надеемся, что повторения такого, как в 2012-2013 годах, все-таки не будет. И наша администрация, как говорится, все будет держать под своим контролем ситуацию. Ежегодно в преддверии паводка комиссия по чрезвычайным ситуациям готовит всю технику, чтобы ситуация с весенним таянием снега прошла с минимальными последствиями для населения. Уже в январе специалисты провели осмотр готовности сил и средств, которые примут участие в спасательных операциях. Технические средства и люди готовы к предстоящему пропуску весенних вод, заверяют в администрации. Начиная с ноября месяца мы готовимся к пропуску весеннего паводка 2016 года. Поэтому ежедневно проводится контроль уровня воды на водоемах города, которые могут повлиять на уровень воды в результате пропуска весеннего паводка. Поэтому сейчас уровень воды в Аржинском пруду, в реках, которые питают Аржинский пруд, а также лесной тамбов, уровень находится на обычном среднегодовом наполнении рек и прудов. Говорить о какой-либо опасности подтопления территорий пока рано. Весенняя погода может быть непредсказуемой. На сегодняшний день причин для волнения пока нет. Ирина Птуха, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказыва.